Привет, меня зовут Марина, сегодня будет видео-холл, я покажу вам свои покупки, будет примерка, и, как вы уже, наверное, догадались, я сегодня вдохновлялась Рианой и её предпоследним клипом, а именно Work. Начнём мы, пожалуй, с того, что есть на мне. И первое, что я покажу, это то, что у меня сейчас на губах, это маковская помада от Арианы. Это помада Арианы, теперь я говорю правильно, она Ариана. Так, это помада от Арианы Гранде. Как вы видите, по моим губам она очень тёмная, с таким фиолетовым немножко отливом, мне она очень нравится, хотя тут она выглядит как коричневая. Я не знаю, почему так. И следующая вещь на мне это майка. И сетка это один из самых горячих трендов сезона, но тут есть несколько проблем. Во-первых, не все её поймут, и даже если поймут, не все смогут адаптировать её в свой гардероб. Я надеюсь, у меня это получится, потому что мне этот тренд очень нравится, это напоминает чем-то панковскую культуру, а мне она очень близка. Поэтому я думаю, у меня всё получится, и я смогу нормально видеть в сетке, как бы это странно ни звучало. Купила я её в Lady and Gentleman Discount. Спокойно, Discount. Это бренд Versace, их молодёжная линия Versace. И ещё одно слово, которое я не могу произнести, я его напишу. Я просто не знаю, как оно правильно произносится, и чтобы не позориться, так будет проще. Купила я эту майку дешевле, чем в H&M. Там есть подобная, она 2000 стоит, но она с длинным рукавом и чёрная. И сетка там покрупнее. У этой сетки не такая крупная. И она серая, и она с коротким рукавом. Короче, это вот всё, что я хотела в этой майке, ещё и дешевле. Всё классно. Следующая вещь. У меня есть несколько аксессуаров. И, как я уже говорила в деталях зимы, я повёрнута на том, что является украшением для головы. Ободки. Или, в данном случае, вот такая вот милая штука. Это корона. Вот. Это корона. Она не выглядит, как корона, что мне очень нравится. Нет таких прям страз, как бриллианты. Она чёрная, она маленькая, и она смотрится очень круто, с распущенными волосами. Тебе 20 лет, зачем тебе корона? Мне нужна. Я принцесса. Не знаю. Следующая покупка у меня тоже из Дивы. Это вот такой вот билет. К билетам я присматривалась довольно давно, но я хотела красный, как из фильма «Мечтатели». Тем более, красный – это один из моих любимых цветов. Я не знаю, опять одевать мне его, нет, мне поймётся прическа. Я сейчас выгляжу очень странно. Я даже похожа чем-то на кубинского лидера. Бывшего лидера кубинского. Чи-гивара, чи-чи-гивара. Короче, мне нравится. Даже так прикольно смотрится, да? Надеюсь. Вот. Ну, вы поняли. Эту футболку я искала несколько недель, потому что я хотела найти свою, которую я действительно хочу, с красивой фотографией, а не просто рисунком с её знаменитой прической. И это футболка с Эмми Вайн Хаус. Хм. Это та женщина, которую я слушала на протяжении недели, каждый день. Она меня успокаивала. Это, наверное, после того, как я посмотрела документальный фильм с ней. Я как-то начала по-другому воспринимать все её песни. Они для меня открылись, и у меня безумно красивый голос. Вот такая у меня теперь Эмми живёт дома. Дома и в моём сердце. Следующая вещь. Это обувь из H&M. Это мои кроссовки. И когда я их видела, я поняла, что они собрали всё, что я хотела видеть в кроссовках в последнее время. Это пудровый оттенок кожи, достаточно базовая форма и толстая подошва обязательно белого цвета. Кожаные классного оттенка. И я поняла, что они подходят мне под рюкзак почти оттенок в оттенок. Ну да, похожие, да? Да, что-то есть такое. Цена у них относительно того, сколько сейчас стоит обувь приемлемая. Ну, на то она и чем-то. Кроссовки мечты. Идеальные кроссовки. Идеальная базовая модель. Следующая это жилетка от Topshop чёрного цвета. И последнее время я очень полюбила чёрные вещи, потому что поняла, что у них вот практически нет. Потому что когда-то, очень давно, лет 7 назад, Марина носила только тёмные вещи, только чёрные вещи. Это вот такой странный подростковый период у меня был. Я носила чёрный почти каждый день. И вот мне нужен был период времени, чтобы немножко отдохнуть от чёрного. Но сейчас снова в бой. Чёрный очень крутой цвет. Это жилетка с красивой вязкой здесь. Очень мне она нравится. Я, правда, не знаю, насколько она тёплая, но покупала я её не из-за тепла, а просто потому, что она крутая. И смотрится она очень-очень-очень выигрышно. С чем угодно, кроме белой рубашки. Потому что это вязкая, и просвечивается белая. И это дико смотрится дёшево. Но так жилетка крутецкая. Итак, следующая вещь, это просто королева моего гардероба. Это гигантская кофта, мужская причём. Гигантская кофта от H&M. Она L размера, хотя на ней, на мужской кофте, было написано, что это типа вещь oversize. То есть, вот представляете, как она смотрится на мне. Вот. И тут ещё дико-дико-дико большой капюшон. И если я его не одеваю себе на голову, он оттягивает у меня всю кофту. Вот. Я могу за ним спрятаться. Очень тёплая мужская гигантская кофта. Если вы искали что-то подобное, приемлемая цена в H&M стоила она 1300-1200. За такую... Это дёшево, я считаю. Это всё. Это все вещи, которые хотела вам показать. И мне нравятся видео подобного рода. Я думаю, я буду снимать их больше и больше. Поэтому увидимся в следующий раз. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok